В этом уроке рассмотрим с вами свойства для более детальной настройки АЯК-запросов. Начнем со свойства кэш. Это булевое значение, по умолчанию установлено в true. Своеобразное разрешение браузеру кэшировать ответ от сервера. Если установлено false, соответственно, браузер кэшировать ответ не будет. Тут следует обратить внимание на то, что пост-запросы jQuery вообще никогда не кэшируются. Поэтому даже если это свойство установлено в true, никакого значения это иметь не будет. Следующий параметр ifModified. Если данный параметр установить в true, то запрос будет считаться успешным только при условии того, что запрашиваемый файл был изменен с момента последнего к нему обращения. Будет вызван все равно обработчик success, но данные с сервера получены не будут. И статус этого запроса будет определен как not modified. Итак, следующее свойство. Context. Очень классная штука. Появилась в версии jQuery 1.4. Это, как правило, DOM-элемент для установки в качестве this внутри функций обработчиков, таких как successoror, complete и другие. Следующее свойство. Global. Это индикатор того, будут ли генерироваться глобальные AJAX-события для текущего запроса. Идем далее. Параметр jsonp. Это имя jsonp-параметра, отправляемого на сервер. По умолчанию, разумеется, callback. Следующее свойство. Script.charset. Это кодировка, в которой будет интерпретироваться JavaScript код, полученный от сервера. Необходима данная настройка только при запросах с datatype jsonp или script. Следующее свойство. Timeout. Если мы заранее знаем время, затрачиваемое на ту или иную транзакцию, то иногда полезно указывать данный параметр, чтобы должным образом обрабатывать задержки сервера. Идем далее. Свойства username и password. Это параметры, которые будут использованы, если при запросе необходима HTTP-аутентификация. И последнее, на что мы обращаем внимание, это свойство xhr. Ему вообще назначается функция, используемая для создания объекта XMLHT-перегвест. Если вы хотите создать свою какую-то собственную расширенную реализацию данного объекта, то это как раз то, что вам нужно. Но такая потребность возникает достаточно редко, так что, ну, в общем, пользуйтесь по вашему услугу. С теорией вроде бы все. Ну что ж, давайте-ка пару свойств этих попробуем пощупать на практике. Итак, для того, чтобы увидеть, как рассмотренные нами теоретические части свойства влияют на поведение запроса, вовсе никакого графического интерфейса не надо, поэтому я упразднил уже привычную вам формочку всего лишь до одной кнопки, да, зато расширил область, в которой мы будем наблюдать заголовки наших запросов. Это обычная кнопка, на клик которой привязана функция, которая отправляет асинхронный запрос. Давайте-ка взглянем на код. Вот HTML код. Файлик вообще называется advancedopt.html, да, сокращенно вот Advanced Options. К нему подключена библиотека jQuery и также файлик lesson3.js. Вот его код. Здесь у нас определена функция log, как и в предыдущих уроках. Ну и здесь задана обработка клика по кнопке с ID press it. У рель запроса определен notmod.html. Вот этот файлик, он содержит всего лишь один тег h1 внутри себя. Кроме того, установлен обработчик на событие complete. Он логирует XMLHttpRequest объект, который получает, и также статус, с которым завершился запрос. Давайте-ка сразу приступим к делу, да. Раскомментируем вот эту строчку с установленным в true параметром ifModified. Сохраним наш документ и пойдем в браузер посмотрим, как все работает. Как мы видим в прошлый раз, да, до того, как мы изменили документ, мы послали два запроса, каждый из них завершился с кодом 200. И все было чудненько. Каждый раз мы получили от сервера ответ. Теперь мы установили параметр ifModified true. Обновляем страничку, отправляем два подряд запроса и видим, что первый прошел успешно, с кодом 200 он завершился, а второй уже завершился с кодом 304 not modified. Во втором запросе мы уже видим заголовки, отправленные к серверу, да. Вот эти вот, которые, собственно, и будут сравниваться со свойством last modified документа, лежащего на сервере. Вот, ну и как индикатор, конечно, статус, да. В первом раз это был success, то есть успешный, ну и в второй раз статус уже был определен как not modified. Идем снова в среду. Можно попробовать установить тайм-аут, да, нашего запроса. Он в миллисекундах, но запрос вот такой вот коротенький у нас в среднем уходит, давайте-ка взглянем на временную шкалу. Ну вот мы два послали, да, значит где-то около 10 секунд, миллисекунд вернее, да. Мы установим тайм-аут в 5 и посмотрим, что же произойдет. Сохраняем документ, идем в браузер, обновляемся, кликаем. Первый раз запрос успел выполниться, а второй уже завершился со статусом тайм-аут. Так, это проверили. Ну и теперь глобальные события по умолчанию, установленные в true. Давайте-ка для элемента body, например, зададим ajax complete, например. Обработчик передадим внутрь анонимную функцию, пом-пом-пом-пом, которая будет логировать сообщение, ну какое-нибудь примитивное, да, просто слово ajax. Сохраняем, обновляем страничку. Видим ошибочку, да, я описался, пропустил букву в названии метода. Ну ничего, заново сохраняемся, заново обновляем страницу, шлем пару запросов, видим, да, что каждый раз выводится это самое сообщение. Чтобы у нас тут не было проблем с тайм-аутом, эту строчку мы удалим, и заодно установим параметр global в false. То есть, теперь для текущего запроса не будет генерироваться глобальных событий. То есть, мы на кнопочку сколько не жмем, да, сколько запросов не отправляем, обработчик глобального свойства ajax complete не срабатывает. Остальные свойства остаются вам для самостоятельного изучения. Проблем здесь никаких возникнуть не должно. Если будут какие-то вопросы, можете смело задавать их мне по почте. Увидимся в следующих уроках.